После того, как в декабре 2010 года у побережья египетского курорта Шар-Вальшеих акулы неожиданно атаковали туристов, беспечно наслаждавшихся тёплым морем, губернатор Южного Синая убеждённо заявил, что это результат подрывной акции израильской разведки Моссад. Это израильтяне направили к египетскому побережью злобных акул-людоедов, чтобы подорвать арабский туристический бизнес и запугать туристов, отдыхающих на Красном море. Тираду египетского чиновника можно было бы приравнять к первоапрельской шутке, но он был серьёзен. За его словами стоит привычная для этого региона паранойя и уверенность во всемогуществе израильской политической разведки Моссад. История Моссад окружена множеством легенд и мифов. Израильской разведке приписывают победы, которые она никогда не одерживала, и упрекают за поражения, которых она не знала. Самая громкая операция Моссад последнего времени была осуществлена в Дубае. Это один из главных городов Объединённых Арабских Эмиратов, небольшого, но очень богатого государства в Персидском заливе. Этот человек прилетел в Дубай с паспортом на чужое имя ранним утром 19 ноября 2010 года. Он часто бывал здесь и, как вип-персона, был избавлен от всех хлопот. Получив багаж, он снял номер 230 на втором этаже пятизвёздочной гостиницы «Альбус Танратана» и повесил на дверь табличку «Просьба не беспокоить». Когда на следующий день, в полдень, служащие гостиницы всё-таки вошли в номер, он был мёртв. Патологоанатом записал в заключение о причине смерти – кровоизлияние в мозг. Настоящее имя этого человека – Махмуд Аль-Мабхук. Он был широко известен в узких кругах ближневосточных террористов. Один из руководителей палестинской боевой организации «Хамас» он занимался нелегальной закупкой оружия, поддерживал контакты с Ираном и отвечал за поставки в сектор газа ракет, которыми обстреливаются израильские города. Люди его профессии умирают не от инсульта. «Хамас» – аббревиатура арабского названия организации «Харакат Аль-Мукавама Аль-Исламия» – «Исламское движение сопротивления». Она была создана 14 декабря 1987 года. «Хамас» считает себя частью всемирного исламского движения «Братья-мусульмане». «Хамас» в принципе отвергает право еврейского государства на существование и поэтому не признаёт мирного договора между организацией освобождения Палестины и Израилем. Для вождей «Хамас» даже Ясир Арафат был предателем, потому что он ради создания независимого палестинского государства согласился на переговоры с израильтянами, вместо того, чтобы их уничтожать. Годом ранее Махмуд Аль-Мабхук с гордостью поведал телеканалу «Аль-Джазира» об участии в убийстве двух израильтян в 1989 году. Во время съёмок его лицо скрыли, но в «Массад» легко установили, кому принадлежит голос. Он в деталях описал, как боевики «Хамас» переоделись в одежду набожных евреев и заманили израильтян в ловушку. Не в силах сдержать своего восторга, убийцы топтали тела своих жертв и фотографировали друг друга. В ходе интервью его спросили, не сожалеет ли он об убийстве. Махмуд ответил, что сожалеет только об одном – что не стрелял своим жертвам в лицо. Надо думать, он понимал, что двойное убийство не останется без ответа, и за ним охотятся. Чтобы отомстить, «Массад» потребовалось ровно 20 лет. «Массад» появился на свет по приказу первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона весной 1951 года. Тогда разведка скромно называлась «Институтом координации». В 1963 году её переименовали в «Институт аналитических и специальных служб». В то время Бен-Гурион не предполагал, что терроризм со временем станет главной проблемой Израиля, и возражал против операций возмездия за границами государства. Но ему же пришлось санкционировать первую ликвидацию. В 1956 году уничтожили полковника Мустафу Хафиза, руководителя египетской спецслужбы в секторе Газа. Египетские войска два десятилетия контролировали сектор Газа, но не позволили палестинцам создать на этой земле собственное государство. Зато египтяне превратили сектор Газа в базу террора против Израиля. Один из агентов полковника Хафиза вернулся с задания, держа в руках полученную от израильтян аккуратно упакованную посуду. Полковника одолело любопытство. Он сам развернул бумагу, и 400 граммов взрывчатки взорвались у него в руках. Ближний Восток – это проклятое место, где все говорят о мире, но не дорожат им. Для арабских государств уничтожение Израиля было важнее создания палестинского государства. Если бы было иначе, палестинцы бы давно жили в своей стране. Моссад часто ставят в один ряд с ЦРУ или КГБ, сравнивают со знаменитой британской разведкой. Но Израиль – небольшое государство, и возможность его разведывательного аппарата крайне ограничена. Считается, что штат Моссад составляет полторы-две тысячи человек. Моссад делится на семь отделов – планирование операций и координации, сбора информации, политических действий, кадров, финансов и безопасности, подготовки личного состава, исследовательско-аналитического, технических операций и создание технических средств для оперативной работы. Усилия Моссад сосредоточены на арабском мире, который считает еврейское государство подлежащим уничтожению. Заграничные резидентуры Моссад всегда были малочисленными. Их задача состояла в том, чтобы собирать информацию о ближневосточной политике различных государств и о закупках арабами оружия. Проблема Моссад состояла в том, что ей приходилось заниматься не только чисто разведывательными делами. Прежде всего требовалось обеспечивать безопасность евреев, которые жили в арабском мире. После первой арабо-израильской войны в 1948 году почти миллион евреев вынуждены были покинуть свои дома в арабских странах, где к ним относились как к врагам. Это были запуганные люди, которые ждали худшего. Уникальные операции по их спасению с вражеской территории стали со временем сюжетами художественных фильмов. Когда после шестидневной войны 1967 года палестинский терроризм превратился в серьезную угрозу, сотрудники Моссад получили новые указания обеспечивать безопасность израильских граждан по всему миру, находить и обезвреживать зарубежные базы поддержки боевиков. В июле 1968 года палестинцы впервые захватили принадлежащей израильской авиакомпании Boeing 707, который летел из Рима в Тель-Авив, и посадили его в Алжир. Мир не был готов к угонам самолетов. Еще не существовали системы безопасности в аэропортах, которые помогали бы обнаруживать оружие и взрывчатку в багаже пассажиров. Два-три террориста превращали пассажиров захваченного самолета в заложников, за освобождение которых можно было требовать все, что угодно. Угонщики хотели, чтобы правительство Израиля освободило из тюрем их осужденных товарищей. Министр обороны, одноглазый Мушедаян, был против того, чтобы выполнять их требования. Но премьер-министр Ливии Школ, мягкий по характеру, к нему не прислушался. Террористы получили то, чего они хотели. Через год двоих израильтян террористы похитили из американского самолета. Их держали в Дамаске. И опять израильское правительство согласилось обменять заложников на двоих сбитых сирийских военных летчиков. Но больше Израиль на уступки не шел. Когда в следующий раз палестинцы захватили самолет авиакомпании Сабена и потребовали освободить 300 заключенных из израильских тюрем, ответом стала военная операция. Она продолжала всего несколько минут. Два террориста, мужчины, были убиты, две террористки схвачены. Выбор был сделан раз и навсегда. Уничтожать террористов, а не соглашаться на их требования. Премьер-министр Израиля Голда Мейер объяснила свою позицию. «Если мы один раз пойдем на уступки, ни один израильтянин в мире не будет чувствовать себя в безопасности». Голда Мейер, родившаяся в России и выросшая в Америке, предпочитала высказываться прямо и откровенно. Она обладала редким даром видеть мир в черно-белом цвете, без всяких там полутонов, которые только мешают принимать быстрые и решительные меры. «Ее словно высеченное из камня лицо», писал бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, свидетельствовала о судьбе народа, которому довелось слишком хорошо познать потенциальные возможности бесчеловечности. «Ее настороженный взгляд ясно говорил о том, что она не допускает и мысли, что те, кем она руководит, без борьбы согласятся на ту же судьбу. Саркастическое временами выражение ее лица никогда не скрывало печали, ибо она воспринимала гибель каждого израильского солдата как потерю члена собственной семьи». Голда Мэйер говорила, что ее много раз заставляли прийти к соглашению с убийцами, как это сделали другие государства, и позволить фанатикам-самоубийцам шантажировать нас и поставить нас на колени. Она же считала, что уступки террористам только порождают новый террор, и не верила арабским политикам. Она исходила из того, что Израиль может и должен полагаться только на себя и на свою военную силу. «Больше всего она боялась проявить слабость, уверенная в том, что это смертельно опасно для еврейского государства. Один раз не ответишь ударом на удар, и шакалы разорвут тебя на части». «Но никто никогда не узнает», – писала Голда Мэйер, выйдя в отставку, «чего стоит правительству Израиля отвечать «нет» на требования террористов, и понимать, что ни один из израильских дипломатов, работающих за границей, не застрахован от бомбы в письме, не говоря уже о том, что любой тихий пограничный городок Израиля может быть, и это бывало, превращен в бойню при помощи нескольких безумцев, взращенных в ненависти, и в убеждении, что они смогут выдавить из Израиля его умение оставаться непоколебимым перед лицом страдания и печали. В январе в Международный аэропорт Дубай ежедневно прибывают многие тысячи людей отдохнуть от зимы. Здесь летняя погода, первоклассные отели и множество магазинов. Но 27 человек, которые в тот день прилетели сюда из разных европейских городов, не собирались отдыхать. Это была оперативная группа «Массад», которую искала Махмуда Аль-Мабхука. Оперативники уже не раз бывали в Дубае. Хотели удостовериться в том, что охотятся на того самого человека, который заслуживает смерти. В июле 1973 года другая оперативная группа «Массад» по ошибке застрелила официанта марокканца в норвежском городе Лилихаммер. Ахмед Бучик, официант, приехавший из Марокко в Норвегию на заработки, был поразительно похож на Али Хасана Саламеха, одного из самых крупных террористов, у которого руки были по локоть в крови. Саламеха, за которым охотились много лет, ждали в норвежском городе Лилихаммере. И нашедшего там работу несчастного официанта марокканца приняли за террориста. Рубежной в деятельности «Массад» стала трагедия, случившаяся во время летней Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, когда палестинские боевики взяли в заложники и убили 11 израильских спортсменов. Израильтяне пребывали в состоянии шока. Политики сходились в том, что преступники должны понести наказание. Но как это сделать? Организаторы теракта укрывались в странах, которые не желали сотрудничать с израильским правосудием. И тогда руководители спецслужб предложили найти и уничтожить тех, кто убил спортсменов. Пусть террористы сами почувствуют себя в роли людей, за которыми охотятся. Пусть они станут жертвами, поменяются местами с теми, кого привыкли убивать. Причем наказать прежде всего тех, кто задумал эту бойню, кто руководил террористами, сидя за письменным столом. Словом, тех, кто посылает других убивать, а сам ничем не рискует. Голдемейр внутренне противилась этой идее. Но не оставалось никакого иного пути наказать преступников, раз все остальные страны их просто освобождали. И до Мюнхена израильский спецназ уничтожал террористов. Но речь шла только о непосредственных исполнителях, о боевиках, на руках которых кровь. После Мюнхена Голдемейр разрешила спецслужбам начать войну против вдохновителей террора. Она приказала Моссад найти палестинцев, которые убили израильских спортсменов. Я хочу, чтобы все организаторы и исполнители ответили за свое преступление. Имело ли правительство право отдавать такие приказы? Фактически с момента создания Израиля там действует режим чрезвычайного положения, потому что соседние арабские страны напали на еврейское государство в день его провозглашения. На протяжении десятилетий арабский мир находился в состоянии войны с Израилем. Соседи не признавали еврейское государство и пытались его уничтожить. Режим чрезвычайного положения продлевается каждый год решением Кнессета. Этот режим не отменяет основных политических прав и свобод. Израиль – единственное демократическое государство на Ближнем Востоке. Но правительство наделено всей полнотой прав в сфере безопасности. Поэтому премьер-министр страны может отдать приказ армии и спецслужбам уничтожить террористов. Операция «Возмездие», проведенная израильтянами после трагедии в Мюнхене, не знает себе равных в антитеррористической борьбе. Это была чистой воды месть. Никого не собирались похищать и сажать на скамью подсудимых. Израильские руководители исходили из того, что суд уже состоялся и сомнений в виновности нет. Вопрос состоял только в том, как исполнить приговор. Операция должна была повергнуть в страх не только палестинских боевиков, но и тех, кто направляет террористов. Списка никто не видел. Рассказывают, что в нем значилось от 12 до 16 имен. Судить об этом можно было только по числу трупов уничтоженных террористов. Впрочем, еще неизвестно, кого именно из внесенных в черный список убили израильтяне, а кого сами палестинцы, которые в междоусобной борьбе за власть неутомимо уничтожают друг друга. Последний из причастных к резне на Олимпиаде в 1972 году сотрудник Организации освобождения Палестины был застрелен в Париже в 1992 году через 20 лет после Мюнхенской трагедии. Когда речь идет о таких преступлениях, срок давности для Моссад не существует. Никто не знает, сколько израильтян остались в живых благодаря тому, что мы сумели предотвратить новые трагедии и чудовищные преступления, запланированные террористами, говорила Голдемейр. Известный американский кинорежиссер Стивен Спилберг вспомнил об этой истории после терактов 11 сентября, когда перед Соединенными Штатами встал тот же вопрос, как ответить на террор. Его заинтересовали чувства, мысли и мотивы израильтян, которые решили отомстить убийцам. После появления фильма Стивена Спилберга «Мюнхен» ветераны израильских спецслужб были разочарованы. Бывший директор Моссад Шабтай Шавид сказал, этот фильм не имеет никакого отношения к действительности. Лента неверно показывает работу Моссад и дает превратное представление о работе оперативных сотрудников. Фильм бесчестит Моссад. Спецслужбы не любят инициативников, тех, кто просится в разведку. Они вызывают сомнения и подозрения. Кадровики предпочитают сами отбирать тех, кто им подходит. В 2000 году в Моссад пошли на эксперимент. Во всех газетах страны опубликовали объявление «Моссад открыт не для всех, но, возможно, для тебя» о приеме на работу в политическую разведку. Множество молодых людей подали заявление, но взяли только одного из тех, кто предложил свои услуги. Уроки норвежской истории в Моссад учли. В Дубае ошибки не было. Оперативники выследили Махмуда Аль-Мабхука. Убийство двух израильтян выдвинуло его на первой роли в Хамас. Махмуд Аль-Мабхук обосновался в Ливане. Занимался нелегальной поставкой оружия для палестинских боевиков. Деньги на покупку оружия собирал в богатых странах Персидского залива. Потом перебрался в Дамаск, в столицу Сирии, где установил связи с иранским корпусом стражей исламской революции. Через него приходили деньги и оружие. С его помощью боевики в секторе Газа получили ракеты большего радиуса действия, которыми они обстреливают израильские города. Первая стадия операции в Дубае прошла успешно. Промахи оперативников станут очевидными позднее. Оперативники Моссад расплачивались наличными или депозитными карточками одной и той же небольшой американской компании. Карточки этой компании не самое популярное в Дубае платежное средство, что поможет потом полиции сузить круг подозреваемых. Они свершили и другую ошибку. Для связи друг с другом оперативники использовали австрийский телефонный терминал. То есть они разговаривали через Австрию. Это делалось для обеспечения безопасности. Но потом следователям бросятся в глаза, что в распечатках телефонных переговоров подозреваемых значится один и тот же австрийский номер. Два агента Моссад ожидали появления своего клиента в гостинице с теннисными ракетками в руках. Позднее станет ясно, что и это была ошибка. Настоящие теннисисты держат ракетки в чехле. Камеры наблюдения зафиксировали, как Махмуд Аль-Мабхук регистрировался у стойки. Он постоянно проверялся. Видимо, предполагал, что за ним могут следить. Но не обратил внимания на двух теннисистов, которые вместе с ним вошли в лифт. Они проследовали за ним по коридору, взглянули на номер, в котором он остановился, и тут же сняли комнату напротив. Махмуд Аль-Мабхук сразу уехал в город, как он провел последние четыре часа своей жизни. По израильским данным, он встречался с банкиром, который помогал совершать нелегальные сделки по покупке оружия, и с представителями иранских стражей революции. Они обещали отправить крупную партию ракет в сектор Газа. В последние годы Моссад и другие спецслужбы сосредоточились на борьбе против руководителей Хамас, которые сознательно убивают израильских детей и подростков, в первую очередь детей недавних эмигрантов, чтобы напугать евреев по всему миру и заставить их отказаться от мысли переехать в Израиль. Палестинские дети тоже гибнут в ходе ответных акций. Но это всякий раз трагическая случайность. Израильтяне не целятся в детей. А палестинские террористы сознательно убивают детей и подростков. Самым страшным был взрыв возле дискотеки «Дельфинариум» в Тель-Авиве 1 июня 2001 года, когда 20 подростков погибли и больше ста были ранены. Через 4,5 месяца израильский снайпер застрелил главу отделения Хамас в Наблусе Абдаль Рахмана Хамада. На следующий день подорвался на мине его подручный Ахмед Маршут. Оба были причастны к взрыву дискотеки «Дельфинариум». Еще через полгода израильский спецназ арестовал на западном берегу реки Иордан одного из руководителей Хамас Хусейна Бедрана. Его выследили с помощью вертолетов. Двое его охранников в перестрелке были убиты, а сам он был ранен в ногу. Он лично руководил терактом возле дискотеки «Дельфинариум». И, наконец, через год в Наблусе уничтожили одного из руководителей Хамас на западном берегу Мохаммада Тахера. Он был специалистом по изготовлению бум. Это он подготовил взрывчатку, которую убили детей у дискотеки «Дельфинариум». Но террористы неустанно ищут лазейки в системе безопасности. 14 января 2004 года 22-летняя террористка Рим Салах-Эль-Риши взорвала себя на контрольно-пропускном пункте в секторе газа. Металлоискатель зазвенел, когда она в поясе со взрывчаткой пыталась пройти через него. Пошли звать женщину-полицейскую, чтобы обыскать девушку, и тогда она взорвала себя. Погибли четверо израильских военнослужащих. Это был первый случай, когда Хамас отправил женщину на самоубийственную миссию. Ее благословил духовный отец Хамас, шейх Ахмед Исмаил Есин, чтобы она постучала в двери рая, держа в руках головы сионистов. Он был счастлив, когда женщину разорвало на куски и торжествующе сказал тележурналистам, это новый шаг в нашей борьбе с сионистами. А в юности Есин повредил себе позвоночник и с 16 лет был частично парализован. Это не помешало ему вступить в брак и завести 11 детей. Главным тактическим приемом военного крыла Хамас стали проводившиеся добровольцами-смертниками акции, когда молодой парень или девушка взрывали себя на людной улице, на рынке или в рейсовом автобусе. Заместитель министра обороны Израиля Зеев Боим обещал отомстить преступникам и предупредил, что подразделения армии обороны Израиля ликвидируют Есина. Есин помечен смертью. Пусть зароется поглубже. 6 сентября 2003 года израильский самолет F-16 поразил ракетой здания, где проходила тайная встреча руководителей Хамаса. 15 человек были ранены. Есин практически не пострадал. Он сразу же выступил возле мечети. Израиль дорого заплатит за это преступление. Сионистское образование будет стерто с лица земли. Премьер-министр Арель Шарон объяснил, что военные намеревались использовать более мощную бомбу. Тогда бы Есин не ушел. Но могли пострадать дети по соседству, поэтому выбрали заряд меньшей мощности. Следующая попытка оказалась удачнее. 22 марта 2004 года в половине шестого утра, когда Есина вынесли в коляске из мечети, два израильских вертолета нанесли ракетный удар по Есину и его охране. Одна ракета попала прямо в инвалидную коляску, окружавших шейха телохранителей тоже разнесло на куски. Ликвидацию Есина многие государства осудили. Не потому, что хотя бы в малой степени симпатизировали покойному шейху, а из страха, что палестинцы будут мстить всем, кто попадется им на пути. Израильтяне на это отвечали, что увеличить накал террора подручные Есина не в силах. Они и так убивают столько мирных жителей, сколько могут. А потеря Есина для Хамас невосполнима. Так что террор скорее уменьшится. Впрочем, однозначные ответы в таких делах невозможны. Одна из громких операций израильских спецслужб точно изменила картину Ближнего Востока не в пользу Израиля. Когда был уничтожен шейх Аббас Аль-Мусави, генеральный секретарь движения Хезбалла. Это движение объединяет шиитских боевиков в Ливане. Все важные должности в Ливане занимали христиане и мусульмане-сунниты. Шиитами пренебрегали. Они почувствовали себя силой после того, как их единоверцы в Иране в 1978 году свергли шахту. Иран перебросил на юг Ливана полторы тысячи бойцов из корпуса стражей исламской революции. Иранцы привезли с собой оружие, деньги и принялись обучать шиитскую молодежь военному делу. Боевики Хезбалла развязали террористическую войну против Израиля. В ответ израильские вертолеты атаковали автоколонну Аббаса Аль-Мусави в феврале 1992 года. Первоначально его собирались взять в плен, чтобы обменять на захваченных израильтян. Но в последний момент вертолеты просто обстреляли колонну. Хезбалла это было только на руку. В тот момент в Ливане закончилась гражданская война. Страна готовилась к выборам. Ливанцы хотели мира. Но убийство шейха Аль-Мусави дало Хезбалле желанный повод возобновить борьбу. Новым генеральным секретарем стал Хасан Насраллах. Более умелый человек, который превратил движение в хорошо организованную и вооруженную организацию. Хезбалла мощная сила в Ливане и держит Израиль в напряжении. Что есть успех в деятельности спецслужб? Вот важный вопрос. Иранское телевидение показало арестованного полицией молодого человека, который рассказал, как по заданию израильской разведки убил 12 января 2010 года крупного физикоядерщика. За организацию теракта он попросил 50 тысяч долларов. Ему передали в Тегеране мотоцикл Хонда и два мобильных телефона для получения указаний. Утром он оставил мотоцикл со спрятанной в нем взрывчаткой возле машины ученого. Когда тот вышел на улицу, нажал на кнопку. Машину разнесло в дребезге. Ядерщик погиб. Пропагандистские программы иранского телевидения не всегда принимают всерьез. Но точно так же в Иране был убит еще один крупный ядерщик. В 8 утра он сел в свой Пежо и отправился на службу. На улице мотоциклист подъехал к его автомобилю, прикрепил магнитную мину к водительской дверце и исчез в потоке машин. Через несколько секунд произошел взрыв. Ученый был убит. Его коллега, играющий столь же важную роль в иранской ядерной программе, обладал лучшей реакцией. В такой же ситуации он заметил, что мотоциклист что-то прикрепил к его дверце, затормозил и выскочил из машины за секунды до того, как раздался взрыв. В 2002 году тогдашний премьер-министр Ариэль Шарон назначил главой МОСАД своего старого друга и сослуживца мэра Дагана. Он родился на территории Советского Союза в 1945 году. После войны семья уехала в Польшу, а через пять лет перебралась в Израиль. Даган, арабист по образованию, служил в военной разведке. Командовавший Южным военным округом Ариэль Шарон взял его в подразделение по борьбе с террористами в секторе ГАЗа, которое в газетах именовали похоронной командой. Выйдя в отставку, генерал Даган возглавил разведку. Главная задача – помешать Ирану получить ядерное оружие. МОСАД предложил свой способ обезопасить страну от иранской угрозы не с помощью прямых военных действий, а путем тайных операций. Бомбардировка ядерных объектов может взорвать весь Ближний Восток, а тайные операции пока что явно приносят успех. А не позволили затормозить иранскую программу? Крупные ученые исчезают. В ключевой лаборатории вспыхивает пожар. Самолет, принадлежащий ядерному ведомству, терпит катастрофу. Компьютерный вирус разрушает работу Центральной системы управления сложнейшим процессом обогащения урана. С половины седьмого вечера оперативники ждали возвращения Махмуда Аль-Мабхука в отель. Специалист по электронике убедился в том, что сможет открыть дверь в его номер. В половине девятого Махмуд Аль-Мабхук вернулся в гостиницу с покупками. Он не обратил внимания ни на человека с усами в форме служащего отеля, ни на женщину в темном парике, которые караулили его в холе. Группу наблюдения сменили. Все были в париках, один с приклеенными усами. На лифте Махмуд Аль-Мабхук поднялся на второй этаж и вошел в свой номер. Судя по всему, оперативники ворвались вслед за ним. В выводах следствия говорится, что ему сразу сделали укол. В вели сукцинилхолин. Этот нервно-мышечный релаксант используется при анестезии. Затем задушили подушкой. На самом деле осталось неизвестным, как именно он был убит. Этот препарат легко обнаруживается при патолого-анатомическом исследовании. Да и след от укола невозможно скрыть. Удушение тоже оставляет следы, известные специалистам. Трудно себе представить, чтобы оперативники МОСАД действовали так топорно. Они покинули отель группами подвоя. На такси добрались до аэропорта и улетели в разные города. Миссия завершена. Один из руководителей МОСАД внушал подчиненным. Израиль – бедная страна. Мы не можем позволить себе держать под ружьем большую армию. МОСАД в какой-то степени должен освободить страну от содержания большой армии и призыва резервистов перед лицом военной угрозы извне. Это удается далеко не всегда. Осенью 73-го года МОСАД проморгал подготовку Египтом и Сирии новой войны. Армия обороны Израиля оказалась не готовой к одновременной атаке египетских и сирийских войск. Октябрьская война 73-го едва не стала для Израиля катастрофой. Спецслужбы успешнее действуют против террористических организаций. Но в всякий раз возникают сложные политические и моральные дилеммы. Спецслужбы выследили палестинского террориста, который ловко мастерил взрывные устройства. Он соорудил бомбы, которыми были убиты 70 мирных жителей и 250 ранены. Террориста звали Яхья Аяш, и он носил кличку «Инженер». Его искали 4 года. Он скрывался на западном берегу реки Иордан, населенном арабами. Он был неприметным человеком, ни у кого не вызывавшим подозрений. Но и у него обнаружилось слабое место. С другими террористами он связывался по мобильному телефону. Эта незаменимая новинка нашего времени погубила изобретательного террориста. С помощью телефонной кампании устроили так, что инженер решил, будто его аппарат испорчен, и понес свой телефон в ремонт. Ему тайно заложили в трубку взрывчатку, вернули аппарат владельцу и попросили у начальства разрешения уничтожить врага. Приказ должен был отдать премьер-министр. И был Шимон Перес, очень опытный политик. Он думал о том, как опасно вступать в вендетту с профессиональными террористами. За уничтожением боевика следует волна террора. Но нельзя же позволить убийце мирных граждан наслаждаться жизнью. Слово, Перес сказал, да. Через несколько дней перевербованный израильтянами друг инженера позвонил террористу домой. Когда тот ответил, взрывчатку взорвали с помощью радиосигнала. Инженер отправился в мир иной. Многие сочли эту акцию справедливой. Око за око. Убив 70 человек, инженер заслужил смертную казнь. В ответ боевики Хамас взорвали пассажирский автобус в Иерусалиме. Террористы объявили, что они мстят за инженера. Это было только начало. Поднялась настоящая волна террора. И вскоре появился инженер-2. Его звали Мухи Аль-Дин Шариф. Он подготовил целое поколение подрывников. Вот еще одно обычное в таких случаях возражение. Стоит ли стараться, если место одного убийцы немедленно занимает другое? Но если исходить из такой логики, вообще нет смысла наказывать преступников, ведь кто-то всегда остается на свободе. Только через неделю руководство организации «Хамас» в Дамаске забеспокоилось. Куда же исчез главный поставщик оружия? Один из подручных Махмуда Аль-Мабхука побывал в морге и обнаружил там тело своего шефа. После этого палестинцы обратились за помощью в полицию Дубая. Один из наших прилетел к вам с фальшивым паспортом. К сожалению, мы вас не предупредили. Говорят, что начальник дубайской полиции генерал-лейтенант Тамин был в гневе и кричал палестинцам «Забирайте свои деньги, свое оружие и свои фальшивые паспорта и катитесь прочь из моей страны». Но ему не понравилось, что кто-то позволяет себе убивать в его городе. Он провел расследование, которое увенчалось успехом. Сначала в Иордании арестовали двух палестинцев из организации ФАТХ, считая, что они причастны к убийству. Потом обоих освободили. Выяснилось, что Хамас хотел скомпрометировать конкурентов. Генерал Тамин знал, что главным образом палестинцы убивают друг друга и до последнего не верил, что это сделал Массад. Но камеры наблюдения доказали, что оперативная группа состояла вовсе не из палестинцев. Почему Израиль вообще проводит такие рискованные операции? За этим стоит страх перед уничтожением государства и всего народа. Первый премьер-министр Бен Гурион часто повторял, что его преследует страшная мысль. Неужели он привел в Палестину уцелевших от нацистского холокоста европейских евреев, чтобы они гибли от рук террористов? Территория еврейского государства меньше половины Московской области, население меньше 8 миллионов. Израиль окружен 22 арабскими государствами с населением в более чем 300 миллионов человек. Если враги еврейского народа говорят о своем намерении нас уничтожить, «Не пренебрегайте их словами, отнеситесь серьезно, верьте им», – говорил один из премьер-министров Израиля Менахим Бегин. «Они действительно планируют наше уничтожение, и их нужно остановить. Не говорите, будто это не серьезно. Не спрашивайте, что скажут в мире. Мир не пожалеет побитых евреев, но примет евреев, сражающихся». Израильтяне недооценили полицию Дубая. Начальник полиции генерал-лейтенант Дахи Хальфан Тамим в 19 лет окончил полицейскую академию в Омане. Лучшее полицейское учебное заведение в арабском мире. Через 10 лет он возглавил полицию страны. Его задача – заботиться о том, чтобы преступность не помешала процветанию маленького государства. Он снабдил своих подчиненных лучшим оборудованием, новейшей техникой. Установил повсюду камеры наблюдения. Для начала в полиции составили колоссальный список всех, кто приезжал в Дубай одновременно с Махмудом. Потом сравнили с именами тех, кто останавливался в одной с ним гостинице. Их лица стали искать на записях, сделанных тысячу с лишним видеокамер наблюдения. И смогли идентифицировать каждого из постояльцев отеля. Потом выявили тех иностранцев, кто пользовался той самой платежной системой и звонил по одному и тому же номеру в Австрию. Всякий раз, когда израильская разведка уничтожает кого-то из террористов, поднимается волна возмущения. Разве можно выносить и исполнять смертный приговор без суда? Не является ли в таком случае акция возмездия нарушением закона? Отвечают обычно так. В 70-е и 80-е годы чуть ли не весь мир осуждал Израиль за применение силы в борьбе против террористов, за боевые операции спецслужб на территории других государств. Времена изменились. Теперь не только Израиль, но и многие другие государства оказались жертвами большого террора. И в нашей стране после очередного теракта тоже звучат голоса с призывом использовать опыт Израиля в борьбе с террором. Официальные представители Израиля отрицают причастность Моссад к смерти Махмуда Аль-Мабхука. В частных разговорах израильтяне считают операцию в Дубае успешной. Цель достигнута. Безжалостный убийца понес заслуженное наказание. Руководители Хамас лишний раз убедились в том, что их могут достать где угодно, что им отомстят за все преступления. Оперативники благополучно вернулись домой. Единственное пожелание – им просто следует быть осторожнее. В следующий раз.